Глава 41 Умолкните предо мной острова и народы, да обновят свои силы. Пусть они приблизятся и скажут, встанем вместе на суд. Подобно тому, как просвещается приступающий к солнцу, так и приступающий к Богу, весьма много просвещается. Обрати внимание, прошу, на образ обновления. Посмотри на возрождение крещения, которое открывается из обновленных вещей. Что значит суд, да возвещает? Производить суд значит произносить суждение относительно того, что было сказано. Здесь прежде возвещается будущее. Если бы я сказал что-либо, а сам не мог исполнить этого, тогда я был бы бессильным подобно идолам. Потому законно и справедливо сказано. Тогда, да возвещает, то есть когда я все совершу. Кто воздвиг от востока мужа правды, призвал его следовать за собою, предал ему народы и покорил царей. Он обратил их мечом его в прах, луком его в солому, разносимую ветром. Он гонит их, идет спокойно дорогой, по которой никогда не ходил ногами своими. Некоторые понимают эти слова о Кире, а другие о Зарававеле. А иные переводчики говорят, кто возбудил с востока праведного. Это мщение возбуждено с востока. Уже ли, говорит, из моего города? Никак. Из чужой страны и варварской земли. Таким образом, не только никто из обитателей, но и ни один из моих служителей не проклинает меня. Из этого открывается не только милосердие Божие, но и сила его. Весьма хорошо сказано, восставил, а не сотворил. Он тогда же все мог совершить, и на последующее время возможность этого наперед была. Но по причине их неправ, то он медлил. Таким образом, пророк обозначает и скорость его, когда, говорит, и призвал их к ногам своим. Я, говорит, никогда не отказываясь призывать неприятелей во свидетелей совершенных дел. Что происходило, исполнялось все так, чтобы удивлялись и сами неприятели. Пиш. Он говорит о праведнике, возбуждает с востока. Стих 4. Кто сделал и совершил это, тот, кто от начала вызывает роды. Я Господь первый, и в последних я тот же. Богу обычно в таком случае, когда совершена какая-либо несправедливость, вспоминать о прежних событиях. Какие же, ты думаешь, здесь, разумеется, события? События с египтянами во время Авраама, гибели Содома и потопа. Не видишь ли ты, что он одинаково требует мщения, как по отношению к своим, так и к чужим? Чтобы сохранить правду целую и неповрежденную, и чтобы не погибло право, Бог избирает как своих, так и чужих, судя по грехам или по праведности их. И когда он иной раз упоминал о делах предков, говоря, ради Авраама избрал я вас, то он желает показать этим не что иное, как то, чтобы они отложили свою гордость, и чтобы не приписывали праведности себе самим, а Богу. Я Бог первый, и я грядущий. Очевидно, не было никого прежде Него, и никого не будет после Него. Богу особенно свойственно то, что никого не было прежде Его, и никого не будет после Него. То есть Он не имеет начала, и вечен. Это свойственно только бессмертной вечности. Стих 5. Увидели острова и ужаснулись, с концы земли затрепетали. Они сблизились и сошлись. Каждый помогает своему товарищу и говорит своему брату, Крепись. В раньше сказанных словах открывается возвращение из плена, а потом дается осмеяние идолов. Хотя они, известники, собирают свои силы, доставляя помощь во время войн, однако надежда их тщетна, так как их идолы суть деревянная, а потому они не найдут у них никакой помощи. Стих 8. А ты, Израиль, раб мой Яков, которого я избрал, всеми Авраама, друга моего. Ты, которого я ждал от концов земли, призвал от краев ее, и сказал тебе, ты мой раб, Я избрал тебя и не отвергну тебя. Здесь дается им некоторое утешение именно, что они не таковы, как те, которые возлагают свою надежду на идолов, потому что надежда их служит Бог, а не идолы. Именами предков Израиля и Иакова Бог утешает их. Смотри на сильную помощь. Бог говорит таким образом для того, чтобы они не являли себя надменными относительно Его. Я, говорит, Авраама возлюбил, но какая им от этого польза, чтобы они ревновали и подражали Его добродетели. Знаком любви служит и то, что говорит Он далее. Ему Я помог от концов земли, и от дальних призвал тебя, то есть из среды князей. Пусть не говорят в то время, когда находились в своей стране и существовал храм, в котором совершалось истинное богопочитание. Тогда Бог предал нас неприятелям, а теперь призывает нас из чужой страны. Это ли, говорит, мы узнаем? Конечно, Он сказал, и это будет. Ничто подобное никогда не совершалось во время ваших предков. Я помог ему, Якову, в то время, когда он находился в стране персов, где, хотя он и не был пленником, однако подвергался весьма тяжким притеснениям. Зная будущее, как настоящее, сказал ему, Ты раб мой. Ничто не сравнится с такой знатностью, раб мой, которого Я избрал. Не ради серебра избрал Я тебе, говорит, как это бывает у нас. Что избирается, то добывает более превосходным. Избирающий имеет большую заботу об избираемом. Прочие народы, говорит, Я презрел, и тебя одного избрал. Их десять. Не бойся, ибо Я с тобой, не смущайся, ибо Я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя, десницею правды моей. Это великое утешение. Господь напоминает о прошедших благодеяниях. Разве у тебя не было примеров прежнего благоволения? Сам Давид говорит, разве навсегда отринул Господь и не перестанет, и не будет ли еще благоволить? Я разве помогал тебе незаслуженно, когда ты мой раб? Никак. Но по справедливости. Это дело моей верной деснице, чтобы никогда не презирать тех, которые подвергаются наказаниям и мучениям. Так что и вы воспользуетесь моей совершенной помощью, поскольку десница моя справедливая. Хотя дни твои короткие, и ты червя, однако осознавай величайшую помощь Божию. Не смотри. Не бойся, ибо Я с тобою. Не смущайся, ибо Я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей. Вот стыдей и посрамлений останутся все раздраженные против тебя, будут как ничто, и погибнут припирающиеся с тобой. Будешь искать их, и не найдешь их. Враждующих против тебя, борющиеся с тобой будут как ничто, совершенно ничто. Ибо Я, Господь, Бог твой, держу тебя за правую руку твою, говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе. Не бойся, червь Иаков, малолюдный Израиль, я помогаю тебе, говорит Господь и искупитель твой, святый Израилев. Не бойся, он утешает. Господь напоминает о прошедших благодеяниях. Разве у тебя немало примеров прежнего благоволения? Сам Давид говорит, «Разве навеки отринул Господь? И разве не будет более миловать?» Псалом 76, 8. «Разве я помогал тебе незаслуженно, когда ты мой раб?» Никак, но по справедливости. Это дело моей верной десницы, чтобы никогда не презирать тех, которые подвергаются наказаниям и мучениям. Так что и вы воспользуетесь моей совершенной помощью, поскольку десница моя справедлива. Хозяй, дни твои коротки, и ты черь, однако осознавай величайшую помощь Божию. Не смотри на наступающие бедствия, но уразумевай всемогущую силу. Но уже ли горы и холмы могут быть стерты? Пророк обозначает множество воинов, а ты возвеселишься в Господе. Другие переводчики говорят, «Возрадуешься в Господе!» Что значит радоваться в Господе? Ничто иное, как не радоваться ни богатством, ни победам, но благости Божией. Сам Бог был тебе помощью. Возрадуются убоги, неимущие. Слова поищут воды и не будет, могут быть поняты таким образом. Бедные искали воды, но для них ее не было. Язык их от жажды высох. Не видишь ли, каково попечение Божие, которое не только дарует благо, но также открывает, что Он есть податель, чтобы не думали, что эти благодеяния произошли по случаю или от человеческого усердия, но знали, что они произошли от божественного промышления и управления. Человеку свойственно подвергаться наказаниям и притеснениям, а потом получать благо. Богу же свойственно разуметь причину того и другого. Стих 20. Чтобы увидели и познали, и рассмотрели, и уразумели, что рука Господня соделала это, и святые Израилев сотворил сие. Представьте дело ваше, говорит Господь. Приведите ваши доказательства, говорит царь Иакова. Пусть они представят и скажут нам, что произойдет. Пусть возвестят что-либо прежде, нежели оно произошло, и мы вникнем умом своим и узнаем, как оно кончилось. Или пусть предвозвестят нам о будущем. Так как вы в отведении иудеев в плен полагали победу идолов, то, говорит, я теперь буду судить вас. Пришел конец, так как я желаю навести наказания, которых, впрочем, я предвозвестил прежде их совершения. Идолы же не смеют даже подступиться к вам. Почему же? Потому что они неподвижны, они не только не могут предсказывать того, что будет, но они могут даже двигаться. Я же не только возвестил сначала, но показал и путь, которым могло все это произойти. Итак, смотрите на прежнее. Если вы не можете рассказать об этом, то кто может поверить вам относительно будущего? Идолам не свойственно возвещать будущее, не так же демонам, которые создали идолов. Только Бог, который предвозвещает, может исполнить предвозвещенное. Теперь же, для того, чтобы служители идолов покрылись стыдом и позором, он подвергает идолов и демонов наказанием. Стих 23. «Скажите, что произойдет в будущем? И мы будем знать, что вы боги, или сделаете что-нибудь доброе, или худое, или, чтобы мы изумились и вместе с вами увидели. Но вы ничто, и дело ваше ничтожно. Мерзость тот, кто избирает вас. Я возвик его от севера, и он придет, от востока солнца будет призывать имя мое, и попирать владык, как грязь, и топтать, как горшечник глину. Кто возвестил об этом изначало, чтобы нам знать и задолго перед тем, чтобы нам можно было сказать правду? Но никто не сказал, никто не возвестил, никто не слыхал слов наших. Я первый сказал Сиону, вот оно, и дал Иерусалиму благовестника». Эти слова имеют двоякий смысл, так как они означают как предвидение, так благодеяние и наказание, которые суть дела одного Бога, а не демонов. Но уже ли, скажут, дьяволы не могут сделать этого? Своей силы отнюдь нет, но только по попущению Божию могут сделать кое-что. Но если Бог позволит, то и я тогда смогу сделать кое-что. По какой же причине ты удивляешься тому, что дьявол без силы Божией не может никогда повредить людям, когда он не мог повредить даже свиньям и собакам, как мы знаем из Евангелия и из истории Иова. «Откуда вы и откуда дело ваше? От земли мерзость избрана». Почему так сказано? Потому что достаточно знать, откуда вы. Нет нужды ни в суждении, ни в избрании. Вы произошли от земли, но вы стали нечистыми и не ради земли, а потом стали нечистыми. По природе же вы не были презренны. Обнаруживая слабость, их Бог вместе с тем показывает свою силу. «Я, говорит, восставил от севера астериян, от востока солнца вавилонян, прозовутся именем моим». То есть во время возвращения из плена, не желающие удаления их из Вавилона. «Кто возвестил бы это сначала, наперед?» «Истинный». «Если вы не возвещаете сначала, то для вас невозможно возвестить и потом, так как вы не понимаете даже сказанного другими». Но иной может сказать, «Почему ты, пророк, говоришь все это об изображениях и весьма мало обращаешь внимания на силы, пребывающие в них? Хотя бы они и возвещали сначала, однако они никогда не делают ничего доброго. Они, будучи сделаны из глины и дерева, как бы руководят людей, кроющимся в них силам». Между тем, пророк рассуждает только о материи, не иначе, как рассуждает отроки, которые бегают полные стыда. Что должно сказать теперь на это? Прежде всего, знание бестелесного относится к позднейшему времени, когда, как все древние, почитали только изображения. И пока не были подвергнуты порицанию немые изображения, никто не заботился познавать сокрытые в них силы. По этой причине пророк и обращается к изображениям, которых считали за богов, и весьма часто укоряет их, говоря, «Пусть приблизится и возвестят». Но если бы нужно было обратиться с речью к демонам, то из того, что выше было сказано, мы не сомневаемся утверждать то же самое. Иудеи почитали демонов и вследствие служения им приносили в жертву сыновей и заколали дочерей. Они были до того преступны, что не щадили даже жизни детей, оставили Бога, Отца Благодетеля и Милосердного, который различным образом заботился об них и помогал им. Почитали и служили вредным демонам, но не Богу, подателю даров. Посмотрим же, помогли ли им демоны, которых они почитали гораздо более, чем Бога? Конечно, никогда. Они даже предали их и не могли избавить их от наказаний и мучений. Они не помогали им не только в чужой стране, но даже и дома. Они не помогали им, они не возвестились сначала и старались представлять лживым то, что возвестили сами пророки. Вот я расскажу нечто из языческой истории. Когда-то возгорелась война против греческой страны, и персы, совершив вторжение, овладели весьма многими городами. Может быть, ты скажешь, что в то время демоны освободили греков от неприятелей? Но в таком случае ты будешь рассказывать басни и передавать человеческие бредни. Они были освобождены не следстви какого-либо демонского явления, но по совету Фемистокла, который позаботился устроить флот. Таким образом, он спас своих сограждан, однако город был сожжен. Не так поступил Господь наш Бог, который в одном мгновении истребил 180 тысяч мужей. Сами жрецы идолов не им приписывали вину, так как они были небрежными относительно идолов в храмах и обвиняли их в том, что взаимно враждовали между собой, впрочем, не из-за лености относительно идолов, а по своей жадности, так что они между собой дрались и резались. Итак, почему они сначала не возвестили о пришествии Христа? Да и теперь, почему они ничего не возвещают сначала, но глухо таят все гадания и предсказания будущего? Разве нет более идольских жрецов, провещевателей, авгуров и неистовых? Даже очень много. Но им ли благодаря мы всегда избавлен от всего дурного и проводим еще мирную жизнь? Нет у нас ни сражений, нет ни борьбы, ничего подобного. Нам не нужны предсказания, так как Бог дал нам такой образ жизни, что мы можем проводить спокойную жизнь без предсказания. Известно, что пророчества людям были по-особому благоволению Божию. Какая нужда в предсказаниях, когда мы живем спокойно и свято? У вас же, и дослужителей, не было ничего подобного. Начало Сиону дам, то есть. Как они были сначала, так же будут и во время возвращения. И Иерусалим утешил на пути, так как никто из них никогда не утешил его, Иерусалим, то поэтому я дозволил ему дойти до такого состояния, чтобы он познал слабость идолов тех язычников. Как же ты здесь предо мной молишься идолам? Возвратись туда и молись там, потом ты поймешь, могут ли они что-либо или нет. Возвратись, молись сообразно с почитанием и религии их, и потом ты испытаешь бессилие их.